всем привет Леся, привет привет, давай запрос, чтобы я тебя подключила Саша, привет Леся, я тебе отправила запрос Привет, Юля, привет Привет, Леся Так, сейчас, вот Юля, ты меня хорошо слышишь? Просто я тебя слышу как-то отрывками немножко Так, я слышу Нормально? Да Ну хорошо Нет, все равно Ну вот, знаешь, слова пропадают некоторые Но попробуем в таком формате тогда Не, ну по-моему Там вы меня, те, кто нас Понять Да, пусть нам напишут, пожалуйста, как вы нас слышите Звук пропадает Юля Да, Юля, вот видишь, пишет, что ты немножко прерываешься Наушники Наушники Юля Так Скажи за наушник Леся Пока Висит Попадает Вопрос Пока мы не начнем Яду Юля Да, проблемы Сейчас я вернусь Да, Юль, тебя не слышно Тогда Друзья, спасибо, что присоединились к нам И Если у кого-то есть какие-то заранее вопросы То вы присылайте И Я в течение эфира Вместе с Юлей мы ответим Аня, привет А тогда я, наверное, пока Юли нет Может быть, начну Рассказывать о себе Кто Меня не знает Меня зовут Леся Брамонова И Я дизайнер Брэнда Лес Существует бренд с 2012 года И Моя главная Тематика Это Волшебство Сказки Но Под моим таким авторским надзором Юль Я рассказываю немножко вкратце от себе пока Правильно Ага Вот Сейчас меня лучше Ты сейчас Скажи что-нибудь еще Так Мне кажется Ты не подключила, да? Наушники Ну сейчас я тебя Я тебя сейчас слушаю, например Мунду сейчас Наушники Так Да, все Супер Юль Тебя классно слышно Все Ура Ура Так, простите Прошу прощения за технические неполадки Леся, я вот не слышала, что ты рассказывала Но мне очень-очень-очень-очень интересно Спросить у тебя Первое, наверное, самое важное Как же правильно называется твой бренд? Ну На самом деле нет такого четкого какого-то названия Я никого никогда не справляю Вот Это, естественно, игра слов То есть Леся, мое имя Лес Это мой очень мощный источник вдохновения Поэтому здесь все так переплелось Вот Кто-то говорит лесь Кто-то говорит лес И мне кажется, что Можно оставить вот эту свободу И не ограничивать человека В каком-то четком названии Может быть, он как-то чувствует Так, говорит Поэтому Так Интересно, интересно То есть ты уже Человека вовлекаешь в такую игру, да? Что никаких рамок Как хотите Так и называйте Ну, в целом, да Почему бы нет? Ну, то есть Я вообще не против Леся, у меня к тебе Ну, первый вопрос Да, расскажи о себе Как ты пришла к тому Что стала заниматься дизайном? Ну В общем-то Я никогда Так скажем Не искала себя Долго и упорно Не пробовала разных дел Потому что У меня все так сложилось Как-то естественным путем То есть Так, напишут Что у нас сильное эхо Эхо? Так Технические специалисты Скажите нам Что нам сделать С тем, что оно ушло Эхо у меня Или у Юлия? Друзья Скажите нам, пожалуйста Так, ладно Я тогда продолжу Да, что у меня все так С детства сложилось Что просто мне очень нравилось Придумывать А теперь тебе рекомендуют Надеть наушники Господи Вы знаете Эхо у Юлия Эхо у Юлия У Юлия У Юлия Так У Юлия Спасибо большое За обратную связь Лисе надо Наушники Лисе, есть наушники? Под рукой нет? Давайте я тогда Под рукой нет Мне тоже придется Тогда отлучиться Простите, друзья Что мы такие Не собраны У меня просто Очень мало Прямых эфиров Вот знаете Поэтому Так, Юль Тогда может быть Ну у нас было много Но первый раз у нас У Леси все отлично Пишут Значит опять Проблема у Юли Значит Леся Ты тогда продолжай А Юля сейчас Ты рассказывай про себя А Юля сейчас подумает Что с этим можно сделать Хорошо Да Спасибо Так 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 на чем я Закончила Да В общем-то Я всегда Рисовала Одежду Рисовала Каких-то Персонажей Животных Вот И собственно Поэтому Никаких У меня не было Проблем с тем Чтобы понять Кем я хочу Единственное Мне очень нравилось Сочинять Сказки Какие-то истории Я писала стихи И поэтому В общем В итоге Все так Плелось Едино Что своими коллекциями Я сейчас рассказываю Сказки Вот То есть Вот так вот Все гармонично И Как-то Наверное Так сложилось Что Просто я была Очень увлечена Тем А ты А ты Рассказываешь О определенные Сказки Которые Существуют Или Придумываешь Сама Ты знаешь Естественно Мы росли Все На Одинаковых Сказках Да То есть Читали Одинаковые Книги Вот Но Потом Это все У меня Как-то Через мою призму Прошло Да Восприятие И я В общем-то Решила Что Я могу Выхватывать Из нашей реальности Какие-то Свои истории Каких-то Своих Персонажей И мне Мне очень нравится Соединять Растения Животных Людей То есть Мне нравится Очень все это Переплетать Мне кажется Что при взаимодействии Можно Получить Что-то новое Интересное И в общем-то Наверное С этого и начал Развиваться Мой стиль Потому что Когда я еще Училась Все началось С колледжа То уже тогда Я начала Активно Экспериментировать Потому что Через поиск Стиля Все проходят И в общем-то Я просто Активно Начала Смешивать Рисовать Там Я не знаю Бутон Цветка К нему Пририсовывать Руки Человеческие Ну то есть Вот такое взаимодействие Привело к тому Что я поняла Что Вот Вот он Мой стержень Мне очень нравится Вот такие Метаморфозы Между растениями Животными И людьми И собственно В этом же ключе Я двигаюсь И Все чаще Я придумываю Именно своих Таких Монстров Так скажем Но они все Очень добрые Вот Но порой Конечно Меня тоже Вдохновляют Уже существующие Сказочные персонажи Вот Как какие-то Грифоны Они конечно Прекрасные Вокруг них Много смыслов И мне это тоже Нравится включать В свои коллекции Леся Кого-то Все привыкли Мне очень нравится Мне очень нравится Придумать Придумать Каких-то Совсем Таких Несуществующих А может быть Они где-то Существуют Да Так скажем В каких-то Невидимых Мирах Которые Нашему глазу Не подвластны Я не знаю То есть Эти образы Приходят И я их Просто запечатлеваю А каким Где Это вдохновение Ты никогда Не узнаешь То есть Оно тебя Осеняет Какое-то Прекрасное Чувство И вот Ты сидишь И рисуешь Поэтому Мне кажется Очень сложный Вопрос Такой Именно Про вдохновение У творческих Людей Наверное Не всегда Не всегда Ты можешь Дать Точный ответ Достаточно Прям Собственно Какой-то Маленькой Детали Чтобы ты Пустился В этот Творческий Порыв Я читала Что лес Тебе дает Очень много Силы И поэтому А бывают ли У тебя Творческие Кризисы Знаете Ну как бы Наверное Я никогда Не сталкивалась С тем Что У меня Нет Идеи Что я Вот Не знаю В каком-то Да Мечусь И не понимаю Что же мне Нарисовать Что же мне Сделать Вот Но бывают Такие моменты Когда Я себя Плохо чувствую Из-за Каких-то Обстоятельств Жизненных Да То есть Какие-то Ссоры Что-то Очень серьезное Происходит И это Конечно Очень сильно На меня Влияет По-человечески И я могу Там Ну какое-то Время Может быть Замкнуться И Ну как бы Совсем Ничего Не делать Но Каждый раз Конечно Творчество Творчество Оно Все равно Спасает Оно Вытягивает Тебя Вот Из этой Какой-то Проблематики Да И Порой Я наоборот Начинаю Рисовать Что-то Хаотичное И как бы Вот туда Эту энергию Не упускаю И В общем-то Получается Что все В итоге Так вот Балансируется Я Прихожу В себя Вот Но лес Для меня Это очень Мощный Стимул Так сказать Продолжать Жить Несмотря Ни на что Вот То есть Это Это мой Маяк Который Светит Сквозь Бурю Леся У нас Вот уже Вопрос Как Я смотрю Добрый день Добрый день Как Ваш Сказочный Мир Сочетает С московским Ритмом Я Честно Говоря Не Придерживаюсь Московского Ритма Потому Что Изначально Я поняла Что Это Не моя Вся История Несмотря На то Что В принципе Я родилась В Москве Здесь живу Но Мне Некомфортно Мне Некомфортно Находиться Вот В этом Беге Постоянном И Я Так скажем Свой бренд Вывела На то Русло Чтобы он Не Не был Подвержен Никаким Никаким Ритмом Знаешь Который Со стороны Тебя Давит Ни Мировым Ни Московским Ни Еще Каким-то Потому Что Это Мое Личное Мнение Что Человек Должен Прислушиваться Только К своим Собственным Ритмам Если Мы будем Постоянно Подстраиваться Под Какие-то Ритмы Которые Нам Диктуют Извне Мне кажется Это часто Приводит К тому Что Люди Выгорают Выгорают Или Они Наоборот Чувствуют Себя Потерянными Ты Где-то Между Этих Ритмов Ты Не Можешь Подстроиться Потому Что Это Не Присуще Тебе Все Мы Разные Поэтому В первую очередь Надо слушать Свои ритмы Ну и Собственно Я решила Что я буду Так делать Потому Что Изначально Я пыталась Как-то Подстроиться Вот У меня Ничего Не Получалось И Я подумала Что Нет Это Не Моя История И Буду В общем-то Я двигаться Так Как Мне Подсказывает Сердце И Естественно Есть Какие-то Потери И Рабочие И Прочие Потому Что Как бы Бизнес Ритм Он Такой Паровоз Который Всегда Куда-то Несется Но Мне Кажется Что И Когда Ты Слушаешь Свой Собственный Ритм Это Помогает Тебе Выстроить Ну Как бы Свой Собственный Путь Пусть Он Будет Не Такой Может Он Будет С Какими-то Новыми Поворотами Извилистыми Но Зато Он Будет Твой И Не Знаю Это Такая Дорожка Которую Ты сам Протоптал И Она Тебе Так Скажем Знакома И Знаете Есть такая Пословица Что Выбирайте Сложные Пути На Них Меньше Конкурентов Мне Кажется Она Очень Вдохновляющая Вот Поэтому С Московскими Ритмами Мне Вот Такая История Леся А я Так Понимаю Читая Твою Биографию Что Когда Ты Училась В Институте То Твой Взгляд На Творчество На Дизайн Он Не Всегда Пронимался Преподавателями Что Они Не Всегда Понимали Те Вещи Которые Ты Создаешь Да Такое Было На Первых Курсах Потому Что Я Сразу Постоянно Экспериментировала И Часто Не Ну Часто Мои работы Они Выделялись Среди Остальных Своими Этими Экспериментами И Конечно Сначала Были Какие-то Недопонимания Но Я Помню Что Я Каждый Раз Когда Мне Хотели Поставить Например Какую-то Плохую Оценку Я Уже Начинала Готовить Речь Как Я Буду Сейчас Себя Отстаивать Не знаю Как Импрессионисты Да Которые Отстаивали Да Своё Значение Да То есть Я Просто Каждый раз Готова была Себя Защищать И Наверное Это Мне Тоже Помогло Себя Утвердить Как Личность Вот И Я вам Так скажу Если Каждый раз Постоянно Делать Что-то Очень Качественно И Убедительно Так Скажем Не Предавая Себя То В какой-то Момент Тебе Действительно Все Начнут Верить И Принимать Твою Позицию Твою Сторону Потому Что Я Была Непреклонна И Старалась Делать Действительно Максимально Качественно Как Технически Да Так И Не знаю Еще По Другим Параметрам И Ну Тут Уже Мне Кажется Даже Самые Скупые Такие Люди Консервативные Они Примут Отступали Да Они Отступали Да Поэтому Я На самом деле Для меня Это было Такое Большое Настяжение Что Меня Приняли Со Своими Этими Всеми Так Скажем Заморочками И Потом Только Начали Так Скажем Помогать Направлять И Не Сковывать Так Лиза У нас Красивые Такие Спасибо Большое Да Кто Вас Вот Вопрос От тех Кто Сейчас Смотрит Из Дизайнеров Вдохновляет Из Дизайнеров Ну Если Говорить Ну Это Такой Обширный Вопрос Меня Очень Вдохновляют Сильные Люди Люди Которые Непреклонно Идут Своей Дорогой Которые Показывают Свой Мир Максимально Искренне Да Максимально Как бы Объемно Это не может Не вдохновлять Потому что Когда Ты Телепортируешься Вот В эти Миры И понимаешь Что вот Они живые Они пульсируют Конечно Это дико Вдохновляет И Ну Я так Скажу Наверное На создание Принтов Меня Очень Вдохновил Уильям Моррис Юль Ты же Знаешь Эту Личность Да То есть Это Человек Который Да Так Скажем Первый Вообще Дизайн Вывел Вот На какой Такой Уровень Когда Можно Было Да Свой Интерьер Так Скажем Все Плоскости Которые Тебя Окружали Какими-то Орнаментами Да Украсят Ну И вообще Такое Отношение К эстетике Было Каким-то Особенным И Меня На самом деле Дико Вдохновляли Работы Которые Делал он И его Помощники Его Дочери Или Дочь Извините Вот здесь Я немножко Подзабыла В общем-то Мне очень близок Его путь И мне кажется Что лес Как раз таки Похож Чем-то Таким То есть Можно Идти То есть Можно Этот мир Показывать Волшебный Не только На одежде Но и вообще В интерьере Да На каких-то Предметах И В этом Происходит Да Такое Максимальное Погружение Я очень люблю Художников Прерыв Элитов Они для меня Вот такие Романтичные Средневековые Не знаю Тоже Бесконечное Вдохновение Вот этими Всякими Эпосами Сказками Тогда Появляется В этот Период Первая Фотография Все эти Прекрасные Женщины Мы их Можем Увидеть На фотографии Ну то есть Я Часто Говорю В своих Постах Что я Человек Вдохновляющий Ся Прошлым Оттуда Я черпаю Свои Свои Вдохновения Да И свои силы Потому что Мне кажется Что люди Раньше Могли уделять Знаешь Больше Времени И внимания Сейчас нам Очень сложно Сконцентрироваться Вообще На чем-то Да Ну Я не буду Сравнивать Сейчас есть Свои плюсы Но в целом Ты видишь Подход Вот такой Более Глубокий Меня это Очень сильно Вдохновляет И вот Я кстати Тоже хотела Сказать Такую вещь Там Выше У нас Спрашивали Тему Нашего эфира То есть Почему Вообще Мы разговариваем И я Повторюсь Для тех Моих подписчиков Кто не знает Что Русстрендс Это такой Фонд Который Как раз таки Помогает Развивать И возрождать Художественные промыслы В России И для меня Это очень близко Так как Я считаю Что возвращение К своим корням И знание Своих корней Понимаете Это Вот Это как дерево Вот есть корни Да Это наша база А мы Это ствол И верхушка То есть И только Будет развитие Только тогда Когда вот Наша верхушка То есть мы Мы будем тянуться вверх И Вот эти Брать эту информацию Да Которую нам дали корни И как раз таки Расти И развиваться Поэтому Здесь нет Какого-то Нафталина Здесь нет Какой-то Да Каких-то Неинтересных Историзмов Я считаю Что это просто Вот такая мощная Вопрос в подаче Мне кажется Всегда вопрос в подаче Да В подаче Да А во-вторых В цели То есть Какую вы видите Цель за этим То есть Мной движет Именно то Что я чувствую Силу очень большую В этих всех Художественных промыслах Потому что За этими художественными промыслами Очень много талантливых людей Да Которые сделали вклад И поколения Представляешь Какое количество Поколений Да От рук к рукам От рук к рукам Да 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 Абсолютно Весь этот промысел Потому что По-другому Обучить ему было Невозможно Невозможно Да То есть Это настолько Необыкновенная Вообще вещь Промыслы И просто Их забывать Да И так вот Пренебрежительно К ним относиться Не знаю У меня просто Сердце разрывается И мне кажется Что вот Если мы будем понимать Что мы Вот стволы верхушка А корни вот там Да И мы единое целое То как раз таки Это поможет Двигаться дальше Вот Не нужно там Я не знаю Брать Да Какие-то художественные промыслы И вслепую Точнее Напрямую Их Использовать Да То есть Вы просто Должны чувствовать Вот это Вот как бы Вот это Наследие Которое у вас есть И достойно Его продолжать Вот Ну Вот по крайней мере Мною движет Именно вот такая цель Как Леся Я вот тут пытаюсь Пока Да Читать вопросы Нет Решить вопросы Эхо А То есть Да Я прошу прощения Немного Как часто появляется Возможность Гуляться по лесу Ой Друзья Я очень часто Гуляю по лесу Как Я всегда Выбираю На то место Где есть рядом лес Потому что Для меня эта близость Очень важна Я вот А почему именно лес Не море Не горы А именно лес Ну вот Как-то так сложилось Я не могу это объяснить Ну знаете Я больше всего Живет волшебных существ Да наверное Мне очень нравятся Лесные растения То есть Я обожаю сосны Я обожаю хвойные Все виды деревьев Я обожаю папоротники Все лесные цветы Птицы лесные Ну в общем Все мне Это очень близко Конечно Я люблю и поля И моря И горы Тоже Я с удовольствием Туда езжу За вдохновением Но лес Он как-то Вот не знаю Это часть моей души Это моё сердце И Не могу это объяснить Понимаете Иногда невозможно Передать словами Почему ты именно там Находишь Да Свою силу И вдохновение Наверное Вот Ещё скажу Что лес для меня Это такое место Как мне кажется Которое Сохранило в себе Вот эту тишину Которой нам не хватает Вот эту мистику И загадку В суете Как раз В московской Да В суете В этом ритме Да И ещё Как мне кажется Лес Это что-то такое Неизменное То есть Мир вокруг Спешит Бежит Всё так Меняется А ты заходишь в лес А там все те же деревья Которые видели люди 200 лет назад 150 лет назад И ты чувствуешь Вот это единство Знаете Как будто Время И прошлое И будущее И настоящее Оно течёт параллельнее И ты вот в лесу находишься И смотришь на то же Что смотрели Так скажем Там твои предки На то Что будут смотреть Да Твои какие-то Будущие Родственники Близкие Поэтому для меня В лесу Происходит вот эта связь Такая тройственная Но наверное Ещё открывается Какое-то четвёртое измерение Доступное только мне Которое собственно Я и транслирую в лес Да Вот такой волшебный Очень глубокие Интересные мысли Пишет там Анна Изоляция Никак не повлияла На внутренний баланс Нет Абсолютно Абсолютно Не повлияла Я не заметила В принципе Практически Никаких изменений В своём ритме То есть Как я работала Тоже Какую-то часть Из дома И Делегируя Остальные Какие-то Рабочие дела Там Производством Своей коллеге Жене То есть Мы Остались В рабочем состоянии То есть Вообще Никаких Не почувствовали На себе Трудностей Опять же Помог Вот этот Изначально Выбранный Свой индивидуальный Ритм То есть Когда ты Изначально Выбрал Свой Вот такой Путь Всё продумывал Логистически То получается Когда Система Мировая Даёт сбой На тебе Это особенно Не отражается Так как Ты уже Действовал От себя А не от того Что тебе Навязало Общество Потому что Как показывает Практика Даже Вот просто Вот весь мир Как по щелчку Всё остановилось И конечно Для многих людей Я понимаю Это был большой стресс Кто привык Вот Так скажем Уже в течение Двух месяцев Если Там К сожалению Многие лишились работы А если Вы говорите о тех Кто продолжил Работу на аутсорче Мне кажется Это большая возможность Запустить Все свои процессы Да Абсолютно Абсолютно Перевести Очень многие Процессы В онлайн Формат И мне кажется Очень многие В принципе Кто Я надеюсь Таких будет Очень много Не потеряют Свой бизнес Своё дело Свою работу Я думаю Что в итоге Конечно Это всем будет На руку И Все понимают Что теперь Можно по-другому Теперь можно Не тратить время Два часа Стоять в пробках Чтобы поехать На какую-то встречу Можно созвониться В зуме И точно так же Решить все эти вопросы А какая Экономия времени Сил и ресурсов Да Это Я с тобой полностью Согласна И конечно Я думаю Что Я очень надеюсь Что многие Действительно Сейчас Перестроят Да Свою работу Свой вообще Формат Ведения Рабочих дел По крайней мере Все больше Больше новостей Я вижу Как многие бренды Крупные Да Мировые Они Отказались От проведения Показов То есть В принципе Даже вот в будущее Когда все закончится Да Многие там сократили Какие-то Какие-то вот эти Активности Абсолютно сейчас Ненужные Где ты Сливаешь Как бы бюджет А в целом Человеку Достаточно Я не знаю Посмотреть эту информацию В интернете Да Сейчас Есть Виртуальные Показы Именно Не на моделях А Такие Цифровые Показы Леся Вы очень Сильный Духовный Человек Да Леся Действительно Чувствуется Твоя энергетика Даже Несмотря На эхо И Мы проверили Все неполадки У меня нет Пишут Что это Инстаграме Скорее всего Какая-то проблема Которую мы Не сможем Исправить Ну я надеюсь Что Все равно Какие-то Какое-то Вдохновение Какие-то Полезные вещи Вы сможете Услышать Для себя Мы Прорвемся Сквозь Эти технические Неполадки Леся Расскажите Про Свой коллаб Золотошвей Понравился Вам Опыт Работы С промыслами Леся У меня с утра Был курьер Он привез мне Своё произведение Искусства Не боюсь Это назвать Так Посмотрите Это Леся Совместно С торжовскими Золотошвей Сделала Вот такой Потрясающий Жакет Великолепного Кроя И Леся А теперь Вот расскажи Что ты Что было Золотошвей Здесь вышито Что это за образ Почему именно он Да Это вот такое Мы сделали Жакет Бархатный И Прекрасные Золотые руки Торжовских Золотошвей Помогли мне Воплотить В жизнь Вот эту идею С Этими Монстриками Крылатыми Они их Кстати Называют Козероги Ну вот у себя На производстве Они называются Козероги Ну в общем Ладно Я Я не возражаю Это существующий образ Или это тоже Чисто Придуманный Тобой Образ Это Я не знаю Может быть Какие-то Похожие Изображения Вы встречали Раньше То есть Я Впитываю Тоже Да Какие-то Вещи Которые Мне нравятся Когда я смотрю Потом это Как-то В голове Все Трансформируется Выливается У меня В рисунки Возможно Где-то Я какие-то Да Там Не знаю Рога Крылья Какой-то Хвост Где-то Увидела Просто Потом Это Трансформировал Так скажем Какой-то Свой Собственный Образ Да Все уже Придумано Да Конечно Мы живем В таком Обществе Информационном Все вместе С вами В едином Таком Потоке Вот Самое главное Как вы это Все Перерабатываете Что вы Транслируете Через себя Да То есть Я никогда Не срисовываю Никаких Существ Я только Как бы Использую Ресурсы Своей головы А как уже Это там Все Как наш Компьютер Там все Проработал Это уже Как бы Другая история Так вот Вернемся К жакету Если тебе Инна пишет Что вы Потрясающая Ой Я Волшебная И очень Духовная Как близки Ее взгляды Спасибо Друзья Что слушаете Нас Мне Очень приятно Правда Так Да Возвращаясь К жакету В общем-то Когда мне Да Поступила Вот идея Сделать Какое-то Вот такое Изделие Совместно С торжок Точнее Я сама Выбрала Это производство Потому что Я понимала Что Ну как бы В вышивке Я не новичок И я примерно Понимала Как вообще Мне работать С производством Как мне с ними Там Вести контакт Как им Делать Задания Вот Я хотела бы Сказать тебе Комплимент Потому что Настолько Четких Вводных Технического Задания Которые Давала Производство Из-за этого Не было Никаких Сбоев Потому что Как ты знаешь С фабриками Иногда бывает Трудно Конечно Конечно Потому что Все-таки У них Во-первых Свой взгляд На все Да То есть Они не очень Иногда Идут на Какие-то Новые Вещи Да Создание Каких-то Новых Продуктов И Насколько Вот у нас Был фидбэк От фабрики Они были Того Вдохновлены И не было Никаких Вопросов Но такое Бывает Очередство Почему Наш проект Соединяет Дизайнеров И фабрик Именно потому Что напрямую Когда Соединяются Все Ой Всегда Какие-то Вопросы И Творческий Дизайнер Не понимает Почему Традиционная Фабрика Не хочет Делать То что Он хочет И Вот Лесь Огромный Тебе Комплимент Как менеджера Не только Художника Творческого С тобой Было Очень приятно Сотрудничать Ой Взаимно Юль Мне было Приятно Сотрудничать И с вами Потому что Вы такой Мостик Между Производством И дизайнером Это очень важно Но В моем Случа Была Такая Ну Как бы Все так Сложилось Что У меня Никогда Не было Никаких Людей Которым Я там Вертела Пальчиком Говорила Сделайте Вот это Вот это А я вот Собственно Здесь сторонки Порисую Да И не трогайте Меня То есть Я там Начинаю делать Свои первые коллекции Совсем сталкивалась Сама Лоб в лоб То есть Приезжала на производство Разговаривала С Людьми Из разного Как бы Производственного Цикла Это И просто Менеджеры И уже Какие-то люди Которые там Со станками Работают Ну В общем Вот Там Чуть ли не с уборщицей Знаешь Разговаривала Которые там Чем-то Какими-то новостями Делилась В общем Со всеми Я всегда Имела контакт Поэтому Я Прекрасно понимаю Как бы Как все устроено И в общем-то Я такой человек Открытый Мне не страшно Задавать много вопросов Да Там Узнавать Как Как это Делается То есть Мне Интересны Все этапы Все процессы И Поэтому Я Всегда Всегда Ездила Сама На производство Они всегда Находились Черт знает Где Это просто Дикие Чем лучше Тем дальше Да Это Дикие Промзоны По которым Ты идешь И в дождь и в снег То есть У меня там Раньше еще не было Машины Я на автобусах Как только Не добиралась В общем Ребята Эта История стоит Отдельных Реософировок Да Потому что Правда Вот Юлия знает Как это все Расположено Как все это Сложно найти Вот И И это Мне очень помогло Вы знаете Это меня закалило В том плане Что Сейчас Как бы Я так четко И уже могу Дистанционно Даже давать задания Потому что Я знаю На что На какие параметры Обращать внимание Производство Да Фабрики И те люди Которые исполняют Задания Потому что У вас у самих В голове Может быть Такая мысль Что Господи Да это же так просто Да Вот я нарисовала Что же здесь непонятного Но Абсолютно Не так Мы как раз С этим сталкивались Это же элементарно Каких-то еще Водных Кроме как Делайте так Вам еще нужно Да Да Нет Здесь как бы Другая история Там Всегда нужны Четкие параметры Угол наклона Расположение Вышивки на детали То есть И все нужно Вот прям делать Супер наглядно То есть Не просто пальцем По воздуху пишешь А вот прям Все это делаешь На Ну вот Визуально В моем случае Я очень часто Все делаю На планшете То есть Там Как-то Там Беру фотографии Свои рисунки Коллажи Все это быстро Подписываю И сразу же Как бы Отправляю По-моему Сейчас Технически Да Очень можно Все классно И быстро сделать Поэтому Вообще Не вижу Никаких проблем Вот То есть Леся Вот у нас Следующий вопрос Какие у вас планы В творческом процессе Какие планы Очень хочу Расширять Свои возможности В плане Выпуска Каких-то Вот вещей Вот Сейчас Мне очень хочется Сделать Коллекцию Мебели И мы даже Уже с одним брендом Русским Да Очень Замечательно Прорабатываем Идею Выпуска Совместной Коллекции Мебели И Меня это не может Радовать Что Производство И Русские бренды Сейчас Также Открыты То есть Все зависит Только от того Насколько вы сами Вот готовы Действовать Потому что Я очень часто Пишу сама Тем Кто мне нравится Да То есть Вот мне нравится Какой-то бренд А я говорю Давайте встретимся Давайте Познакомимся Просто подружимся То есть Это очень важно Поддерживать Друг друга И Естественно Я пишу только Тем брендам Которые Ну Показывают Какое-то качество Да Хорошую идею То есть Я вижу Что Это такие Как бы Достойные Партнеры Вот Поэтому Я надеюсь Что у нас Все получится И мы В итоге Выпустим Вот эту Коллекцию Мебели Потому что Интерьер Это моя Вот Большая Любовь Я очень хочу Заниматься Созданием И пространств Тоже Конечно Потому что Платье ты Надел Да Вышел Пришел И повесил Обратно А в интерьете В этой сказке В этом волшебстве Ты продолжаешь Жить Каждый день Да У детей Все чисто Нет эхо Совсем Это хорошо Потому что У меня эхо Я и себя Слышу И Лесю Красота Невозможна Это видимо Когда мы Жакет Еще Показывали Очень красивые Формы Сначала Назвали Козероги А потом Монстры Это видимо Фабрика Сколько времени Уходит Начиная С замысла До готового Продукта Ну вот смотрите Касаемо Нашей коллаборации Например Да С торжовскими Золотошвеями У нас был Всего лишь Месяц Да Юль Ну что-то Типа того Очень мало Времени Да Когда мы Сделали Этот амбициозный План Нам все сказали Вы сошли с ума Потому что Ни одна фабрика Вам не сделает Ничего Вы такие Мы сделали Около 12 Коллабораций Да Да И в общем-то Я как бы Понимаю Я сама Очень часто Работаю В таких условиях Что надо Уже Вот Надо уже Вчера То есть Тебе нужно Что-то Очень-очень-очень Быстро Потому что Так как я Работаю С клиентами На какие-то Индивидуальные Заказы То Естественно Ты часто Подстраиваешься Под клиента В каких-то случаях И поэтому Я в принципе Уже спокойно К этому Относилась Что Месяц Вообще Не проблема Вот Ну и собственно Как у нас Да Вот за месяц Произошел полный цикл То есть Мне несколько дней Потребовалось На Создание Вот этого Технического Задания Сам Монстрик У меня был Нарисован Уже давно Так как я Постоянно Рисую У меня Всегда есть Знаете Такой Запас Я рисую Все это Складываю И потом Когда у меня Происходит работа Над новой коллекцией Или над какими-то Параллельными Проектами Я пользуюсь Этой информацией Которую Я так скажем Копила И уже начиная Работать с ней Вот И поэтому Этот монстрик Так сказать Ждал своего часа И Вот он попал На жакет То есть Вот на Вот этот Эскиз Потребовалось Несколько дней Форма Жакета У нас уже Была тоже готова Мы взяли Эту форму Из наших Прошлых коллекций Потому что Это уже была Такая Проработанная Проработанный Такой момент Времени не было Чтобы создавать Что-то новое Такое Экспериментальное Но в целом Я считаю Что это же Коллаборация Поэтому Мы могли Как бы взять Что-то из нашей базы Собственно Все Была куплена Ткань Достаточно Тоже быстро И потом Все это Отправилось На производство Торжевский Златошвей Сделали все Очень быстро Замечательно Вот Красоты Неимоверной И вот Мы за месяц Собственно Произвели Этот джакет И получился Он действительно Прекрасный То есть До сих пор Восхищает Всех зрителей И Я очень рада Юль, что эта вещь Не осталась Знаешь В единственном В том плане Что мы ее выпустили Знаешь Показали И все И забыли То есть Я выкладывала Все это В инстаграм И вот уже Несколько клиентов Являются Счастливыми Обладателями То есть Мы продолжаем Работу С сожокскими Златошвеями Я считаю Что Самое важное Для фабрики Ты знаешь Наш фонд же Реализуется При поддержке Министерства Промышленности И торговли И вот у них Стоит Самая важная Задача Это Поддерживать Фабрики С точки зрения Производственного Процесса Да Чтобы их Индекс Производства Рос И вот как раз Мы очень надеемся Что Подобные Коллаборации Помогают Фабрикам Во-первых Представить Новые Интересные Продукты Понятные Потому что Ну Чего ж тут Лукаве Действительно Бывают Проблемы С современными Современной Подачей Своих Продуктов Или Создание Этих Продуктов Часто Особенно Если это Интерьерные Продукты То Сейчас Немножко Другая Мода Не модно Вот Чтобы там Было Много Всего Минимализм Вот Всегда Интересная Изнанка Процесса Пишут Нам Те Кто Нас Смотрит Как Собственный Интеллектуальный Фонд Получается Здорово Это Видимо К Наличии У тебя Заготовок На все Власти Жизни Коронавируса Карантина Лещи У нее Собственный Интеллектуальный Фонд Поэтому Она четко Знает Что Ничего Не сможет Пока Лес Стоит Ничего Не может Лес Остановить Точно Лесь А вот У меня Такой Вопрос Какими Фабриками Ты еще Хотела Посотрудничать Юль Ты знаешь Я еще Очень бы Хотела Я может Быть Не знаю Название Как бы Всех Фабрик И Производств Потому Что Это Вторая Проблема Что Мы Не знакомы С Многими Производствами Потому Что Когда Мне Предоставили Список Например Производств Я Больше Половины Вообще Не слышала Никогда Их Существование Вот Поэтому Извини Добавлю Есть такой Сайт Промыслы РФ Вот И на этом Сайте Всем записать Я тоже Всем записать И собраны Это сайт Разработало Министерство Опять же Промышленности И торговли И на этом Сайте Есть информация Про все Промыслы Там постоянно Идет обновление Новостей Поэтому Вот если Так Промыслы О чем мы говорим Где Какие В чем Их особенности В чем Их уникальность Идем на сайт Промысла РФ И Дальше Думаем С кем Мы можем Посотрудничать И наши идеи Реализовать Вот Да Я бы очень Хотела Сделать Свои Собственные Кружева То есть Если Это возможно С какими То Животными Растениями То есть Мне кажется Что это было бы Очень здорово Учитывая Мою Эстетику Что я очень Люблю Всякие Полупрозрачные Вещи На которых Вышивка Наслоение Мне кажется Вот эти Какие-то Волшебные Кружева С животными С какими-то Символами Может быть Волшебными Фразами Это было бы Просто супер Есть прекрасная Фабрика Елецкие Кружева И мы Обязательно Тебя с ней Соединим Да Давайте Да Есть и Вологодское Кружево Поэтому мы Тебе покажем Какие есть Фабрики Ты посмотришь И я думаю Что вы Попробуете Создать Если у тебя Есть такое Желание Что-то Новое Да Ну Вообще Я открыта Честно говоря Ко всем Производствам Я считаю Что Каждую Технику Да Можно Очень здорово Преподнести По-новому И Я буду рада Если вот Мой пример Он вдохновит И других людей И как-то Изменит отношение Все-таки К промыслам Да Без вот этого Клише Который у нас уже есть Что это уже Не модно Это не интересно Да То есть Это вот где-то там Осталось у наших Там Я не знаю У бабушек И дедушек Но вот У меня Вот такое Как раз таки Очень большой Настрой на то Чтобы это Менялось Это развивалось Потому что Ну правда Я когда там Держу Например Платье Рубаху Там Своей бабушке Свадебное И вижу Как там Все вышито Крестиком Да Неимоверно Тонкая работа То Ну Тебе хочется Как бы Это нести дальше Тебе хочется Чтобы одежда Она стала Вещью Которую Ты хочешь Сохранить Потому что Я думаю Вот тот Жакет Да Который Мы сделали Да С Вот этими Крылатыми Монстриками Навряд ли Кто-то захочет С ним Действительно Расстаться Конечно Его не захочется Никуда отдать Потому что Он не модный Не современный Мне кажется Он вне времени Вне моды Он будет Всегда актуален Да Да И именно Вот у меня Такая цель Чтобы вещи Они Несли Вот эту Долгосрочную Эмоцию Радости Когда ты И через много Много лет Ты берешь Эту вещь И понимаешь Что она тебе нравится Она тебе не разонравилась Из-за того Что да Какой-то тренд прошел Ты ее выбрал Сам Вот этим Своим Осознанным Отношением Да Потому что Ты понял Что Ты не хочешь Там Десять Дешевых Каких-то Непонятных Сшитых Бедными Радочными Да А тебе хочется Вот одну Какую-то Уникальную вещь Которую ты будешь С большой радостью Носить И самое главное Доставлять радость Людям Другим Которые на тебя Смотрят Потому что Это такой обмен То есть не только Ты радуешься А и другие Тоже присматриваются Начинают Как бы Всем этим интересоваться Это же тоже Очень важно Леся Это потрясающий ракет Я сейчас его покажу Скажи, пожалуйста Где можно приобрести Твои вещи Друзья Мои вещи Можно приобрести В шоуруме Который находится В Москве На Малом Власенском Переулке 12 Это потрясающий Старинный Особняк Я всех приглашаю Всех выслушаю Со всеми Пообщаюсь Поэтому А ты делаешь Вещи На закат Ну вот Не только Те коллекции Которые ты создаешь А вот Как Не знаю как Ты имеешь ввиду Индивидуальный Какой-то Пашив Да Индивидуальный Смотрите Как у меня Все происходит Да Ко мне часто Приходят Девушки Например Которые Хотят свадебное Платье Волшебное Какое-то Нестандартное Я только за Конечно же Но Есть небольшие Ограничения Если вы приходите Ко мне Значит вы приходите За моим Стилем За моим ДНК Творческим Видением Поэтому Если вы хотите Мне сказать Что Четко Тогда Сходите В другое место Да Если вы хотите Как бы Своё какое-то Собственное Платье Которое вы Где-то Видели В интернете И говорите Повторите Конечно Такого Не произойдет Это делают Все прекрасно В ателье Туда можно Обратиться Вот А ко мне Приходят те Кто хочет Именно платье От меня И Тут Как бы Открываются Все двери Пожалуйста Мы с радостью С моими Коллегами Исполняем Вещь И Также Я часто Меся волшебница Со своими Помощницами Феями Которая Исполнит Что-то Очень Красивое Творческое Уникальное То что вы Потом будете Передавать Сым детям Не повоюсь Я надеюсь Да Что Что останется Такая связь Да Когда ты Что-то Передал В будущее Такая цепочка Волшебная Вот Поэтому Да Мы практикуем Дедуальный пошив И так же Часто Например Кому-то Понялось Какое-то Платье Мы можем Отшить его Просто По своим Меркам То есть По индивидуальным Меркам Мы делаем Изделия Можно носить Какие-то Небольшие Коррективы Там Длина Рукава Длина Изделия Какие-то Вот такие Вещи Вот Поэтому Конечно Конечно То есть У меня Бренд Камерный Небольшой И я Как раз Таки Нацелена На то Чтобы Была Возможность Вот этого Тет-а-тет Работы с клиентом Не через Каких-то Ассистента 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 А как раз Таки Мне очень нравится Вот такое Общение Когда ты можешь Лично поговорить С человеком И Ну как бы Я могу сама Контролировать Много процессов Их Они все Очень интересные И поэтому У нас происходит Вот таким Все образом Леся Спасибо тебе Большое Спасибо большое За то Что нашла Время Именно пишет Что очень Интересный Разговор Спасибо большое Это моя мама Мама Привет Ой Приятно Что вы Спасибо Что смотришь Наши эфиры Спасибо Что вдохновляешься Леся Леся Очень интересная Глубокая девушка Спасибо Спасибо То есть Вы разрабатываете Индивидуальный дизайн Для заказчика Но в рамках ДНК Своего бренда Ну вот смотрите Предположим Это не совсем Это не совсем Индивидуальный заказ То есть Человек говорит Вот я хочу платье Какое-то волшебное От вас И мы Начинаем работать Как бы в команде С этим человеком То есть Я говорю Давайте Вот Ну там Возьмем Может быть Какую-то деталь Вот из этой коллекции Да Там Какой-то рукав Вот из той коллекции Мы начинаем просто вместе Сочинять платье Но четко Да В рамках бренда То есть Я часто вспоминаю Смешную историю Когда молодой человек Написал Что он хочет платье Для своей девушки Чтобы я Придумала платье Но Единственный Такой важный момент Она у него Ассоциируется С дикой кошкой Я думаю Должна была Это А ты ему Предложила Дикую Козерожку Да Я ему Козерожку Но Как бы Его это Наверное Не очень Устроило В общем-то Вот такие Конечно Вещи Не проходят Со мной Ко мне Наверное За другими Персонажами Приходят Вот Но Конечно Все равно Хочется Хочется Исполнять Какие-то Мечты Потому что Я как раз Такие Про то Что Мечты Реальные Не надо Их бояться Да Давайте Стараться Одевать Какие-то Необычные Вещи Я очень Любитель Сама Дентажа Старинных Вещей Это просто Моя Вторая Страсть Я стараюсь Что-то Коллекционировать Постоянно И мне кажется Что сейчас Будет Кстати После всей Этой Истории Тоже Такой Взлет Интереса К винтажу Потому что Возможно Люди Переосмыслят Знаешь Вот эта Погоня За новым Она как-то Остановится И все Немножечко Вот так Оглянутся И увидят Что А ведь В этих вещах Больше Смысла Ведь в этих вещах Больше Души Вот Мне бы Очень хотелось И как раз Я люблю Знаешь Даже в своей Одежде Ощущение Не вот такой Скрипучей Новизны А вот Каких-то Чуть-чуть Шероховатостей Потертостей У тебя же есть Целая коллекция В рамках Которых Ты использовала Принт Трещины Плесень Со стен И ты Переложила Это на Одежду Да Абсолютно Верно Это как раз Таки Возвращать В вдохновение Вдохновить Может Все что угодно И когда Я увидела Эти Живописные Как мне показалось Стены Где там Какой-то Грязно-розовый Сочетался Знаете С таким Болотно-зеленым С какими-то Вкраплениями Рыжего Это было Безумно Красиво Я подумала Почему бы Не использовать Это как Холст И Я Всматривалась Долго В эти Трещины Выбоины В стенах И увидела Там Какие-то Растения И лица И в общем-то У меня Родилась Идея Сделать Такой Принт И это Очень было Созвучно Ощущению На тот момент У меня В душе У меня Такой Произошел Как бы Разлом Разрыв Из-за Одной Такой Сложной Жизненной Ситуации И в общем-то Эта коллекция Носит Такой Философский Подтекст Когда Какие-то Трещины Или Облупление Вот этого Слоя И Обнажение Того Что у тебя Есть внутри Оно Как раз Таки Помогает Возродиться Возродить Вот этот Какой-то Новый Мир Поэтому Я очень Часто Стараюсь Вот в своих Принтах Вкладывать Какой-то Действительно Глубокий Смысл Не знаю Все ли Могут Его Прочесть Но Он Там Есть Я думаю Что Его Нетрудно Прочесть Это Глубокий Смысл Это Действительно Очень Красиво Леть Ну и Хотел бы Наш Прямой Кир Завершить Цитатой Которой У тебя На Сайте Человек Наделен Способностью Мечтаж Фантазировать И Главное Воплощать Свои Замыслы Вам скучно В мире Привычных Вещей Придумайте Что-то Новое Придумайте Что-то Свое Мне кажется Нужно Пожелать Всем Сидеть Дома Не просто И скучать Для тех У кого Работа Онлайн Не налажена А Сидеть И творить И заниматься Собственным Развитием Понимать Глубину И важность Всего Что окружает Нас вокруг Леся Спасибо Согласна Да Друзья Смотрите Смотрите Внутрь Себя И находите Оттуда Все Что у вас Спрятано На самом деле Там всего Очень много И не бойтесь Все получится Может быть Не с первого Раза Но Упорство Оно Как бы Всегда тебя Выводит Куда-то Поэтому Только Вперед Спасибо Всем Да Спасибо Всем Друзья Спасибо Всем Кто смотрел Да Можете Еще Мне писать В личку Юль Тебе Спасибо Вопросы Лесь Тебе Большое Спасибо Будем На связи Да Я так думаю Нас ждет Коллаборация С фабриками Которые делают Кружева Поэтому Мы обязательно Свяжемся Да Да Конечно Все На связи Я завершаю Пока Пока Пока